Привет всем! Открыл для себя канал с довольно таки интересными кинообзорами и необычными кинотеориями. Называется ЧБУ. Там авторы действительно указывают на некоторые очень важные детали, которые многие не замечают, и альтернативные трактовки фильмов приводят. Мне понравился обзор на Убить Билла, и теория, что Билла остался в живых, мне в общем тоже приглянулась. Я думаю, что там действительно есть много ключей, которые на это указывают. Убить Билла относится к тем фильмам, на которые я читал черновики сценариев. Даже по-моему не один. Так что я знаю некоторые детали и сцены, которых в фильме нет вообще, но они там могли быть. Например, этот удар из пяти точек, который разрывал сердце в оригинале, называется удар из десяти точек. Наверное, вообще было бы слишком сложно показывать. А кроме того, разрыв сердца по сценарию сопровождался громким хлопком, типа небольшого взрыва. Там он сравнивается со взрывом автомобильной камеры. Так вот, если бы взрыв происходил, то Биллу никак не удалось бы притвориться мертвым. Также по сценарию была сцена, где Пай Мэй демонстрирует ученикам, как он умеет разрывать сердца на шаолинских монахах. И каждый такой разрыв сопровождается тоже звуковым эффектом. Еще несколько сцен канули в небытие, к сожалению. Например, сцена, где показывают, как сам Билл работал, он же все-таки был киллер по найму, как он выполнял заказ. Масштабная сцена боя Беатрикс с сестрой этой девушки-телохранителя японской, не менее сумасшедшей. В результате этой битвы они практически должны были разнести квартал. И там как раз должна была погибнуть эта машина, которая называлась Pussy Wagon. Так что в финальной версии невеста просто про свой грузовик сообщает, что он, в общем, куда-то делся, испортился. Очень жаль, что нет сцены, где Беатрикс впервые узнает, что у нее есть дочь. Это должно было быть совершенно иначе. Она целилась в Биллу в снайперский прицел, собиралась его завалить. И прямо в прицел видит, что он приехал забирать маленькую девочку откуда-то там, не помню. То ли из секции, то ли из школы. Естественно, из-за этого она не стреляет. А не потому, что она такая добрая. А еще шикарная сцена, где она договаривается с Биллом, что он покажет ей дочь мельком. Они должны будут проехать на машинах навстречу друг другу медленно. Билл едет с дочерью, дочь спит рядом с ним на сиденье. И в момент, когда две машины проезжают друг друга, Билл притормаживает. Беатрикс тоже притормаживает. Беатрикс вытягивает голову, чтобы посмотреть получше, разглядеть. Все-таки времени очень мало. В этот момент Билл пытается в нее выстрелить. Он стреляет и промахивается почти в упор из пистолета. По-моему, с глушителем. Ну, в общем, еще целый ряд довольно красочных сцен, которые по каким-то причинам не попали в финальный монтаж. Следы этих эпизодов оставили следы даже на обложке. Там изображена Беатрикс в платье невесты с мечом в руках. В сценарии она в таком виде собиралась и должна была биться на мечах с Биллом и должна была его победить на пляже, на рассвете. В общем, даже Тарантино это, наверное, показалось слишком глупо. Так вот, моя альтернативная теория. Как может быть, что Билл действительно остался в живых? Это правдоподобная версия, но она сделана непосредственно того, что они как бы негласно договорились с Биллом, что он притворяется мертвым, а она притворяется, что она его убила. Нет, она была не таким человеком. Когда она приехала учиться к Пай Мэй, он прямо ее спросил, является ли Билл твоим учителем, мастером. Она сказала, да. Я так понимаю, что увидев ее такой скандальный, задиристый характер, немножко истеричный, и вот этот некрасивый эпизод с подбиранием камня с земли, вряд ли бы он дал ей инструмент, которым не владел ее преподаватель, ее учитель. Это было бы просто не по понятиям. А кроме того, давая ей такие опасные знания, он ставил под угрозу жизнь своего ученика. Я думаю, это тоже было не по понятиям в их среде. Но он мог дать ей впечатление, что она обладает этим даром, что он ее этому научил. Он вряд ли ей показывал на ком-то живом, как это делается. Соответственно, максимум, что он ей мог показать, это какое-то тренировочное действие, которое делается на тренажере, на стволе дерева. В общем, она никого никогда не убивала таким образом. Билл должен был стать первым. Соответственно, когда она наносит свои удары Биллу, я думаю, что это были достаточно болезненные удары. Проблема в том, что Билл ей подыграл, чтобы такую возможность ей дать, чтобы она смогла сделать то, что ее якобы научили делать. Когда начинается их разговор, он открывает бутылку бренди или коньяка, что-то в этом духе. И к моменту, когда они подходят к последней фразе и, собственно, этой короткой схватке, бутылка почти пустая. То есть он ее всю выпил в одиночку, без закуски. Надо понимать, как сильно он ей подыгрывал. И наверняка она это заметила. Соответственно, после своих пяти ударов он ее прямо спрашивает, Пайме научил тебя этому удару пятиточечному? Она говорит, конечно. То есть в переводе она ожидает, что он сейчас умрет после пяти шагов. Эта закладка, эта ложная установка, очень сильно напоминает эту историю с пультом дистанционного управления в фильме «Выпускник». Абсолютно та же история. Тот, кто наносит атаку, думает, что она приведет к смерти. Но в реальности это просто сигнал Биллу, такой подарок, который ему прислал его учитель, Паймы. Считайте, что он спас ему жизнь и плюс дал возможность сделать несколько очень творческих ходов, которые Билл сможет сделать позже. Так что если Билл не хочет ее убивать прямо сейчас, а он в принципе мог бы, конечно, то ему нужно сделать вид, что он умер. И таким образом уступить Беатрикс очередь по воспитанию дочери. Чтобы она пожила с ней. А что будет дальше? Это вопрос. Всем пока. Удачи. Обратите внимание на этот канал ЧБУ. Там есть ряд любопытных теорий, в том числе, между прочим, по бойцовскому клубу. И мысли нетривиальные. Счастливо.